Вместе с участниками экологической акции «Чистые берега Маны» мы направляемся из Берети в поселок Манский. Это весьма популярный туристический маршрут. Мы сплавляемся на плотах. Один из них специально приспособили для транспортировки мусора, который оставляют после себя любители активного отдыха. Первую остановку сделали в пяти километрах от Берети. Ни дождь, ни прохлада не остудили пыл энтузиастов. Среди них волонтеры, представители турфирм и специалисты краевой дирекции по особо охраняемым территориям Министерства экологии и рационального природопользования. Все они поддержали всероссийскую акцию по уборке берегов «Вода России». Тысячи туристов оставляют на берегах Маны горы мусора. Это и пластиковые бутылки, и консервные банки, и сотни пакетов. Такой мусор не гниет, его нельзя сжигать, и он становится настоящим экологическим бедствием. Мана протекает по границе заказника Красноярский и природного заповедника Столбы, берега реки, которую часто используют для водного сплава, в том числе экстремального, активисты убирают к концу сезона отпусков. В год экологии природно-охранные службы и волонтеры совершили свой пятый экологический сплав. Только собственным примером можно показать, как следует обращаться с природой. Можно много рассказывать, но лучше один раз сделать и привлечь к этому всех наших детей. Замечали, что тот, кто хоть раз участвует в акции по уборке территории, в любых наших акциях, потом сам, как минимум, никогда не мусорит. Грузовой плод для перевозки отходов рассчитан на 10 тонн. Конструкция даже слегка деформировалась, поскольку после каждого экосплава приходится перевозить довольно много мусора. Встречаются здесь и интересные находки. Находили горн, находили разные монеты, ну и, естественно, там уже современные какие-то средства, телефоны, планшеты, фотоаппараты. Свои поляны мы всегда содержим в чистоте, каждую неделю вывозим, постоянно очистим. Но вот эти дикие стоянки, их необходимо очищать периодически. Поэтому мы вызываемся помогать в этом. Участники экспедиции собрали мешки мусора на организованных и диких стоянках. 25 августа они прибудут в конечный пункт, поселок Манский. Файля Шарыпова, Всеволод Никитин, Новости.